Давайте нажим формулу в лучшую рейку. Давайте ее справа на левых окажем. Этого сумма равна, ну вот левая часть. Давайте просто посмотрим по определению, чем у равно F с крышкой или G с крышкой. По определению F с крышкой, так видите, равно сумма от X. И G с крышкой от X. Давайте, чтобы не смогли защищать вас, будут писать здесь, например, сумма не парень, а парень штрих. Чтобы не путать эти X. И еще нам говорят, что надо взять черту. Давайте. Если X, X, Z написать, а? Давайте Z. Просто так виднее будет с задних партнеров. Давайте сумму этих переставляем. Смотрите, если у нас сумма умножается на сумму, то тогда, что это такое? Давайте я сначала пишу результат, произведение. Значит, если сумма умножается на сумму, если вот какая-то сумма, А, N умножается на сумму В, то когда я раскрою скобочки, у меня появятся все выражения вида А, И, В, Ж, правильно? Давайте напишем. Значит, будет сумма по X и Z. И всевозможные выражения по X и Z. Еще я давайте вспомню, что черта, значит, от суммы, это и сумма спряжений, да? Значит, и напишу еще что-то с испанентами. 1, 2, 1, 2, 1. Я тут написал, значит, что спряжение от сопряжения есть само число, поэтому тут вот минуса не нужно. Так, теперь давайте переставим в порядке суммирования. Давайте вынесем X и Z. Скобка, а внутри оставим сумму экспонент. И вспомнишь, что экспонента, от суммы здесь произведение экспонент, значит, можно тут написать E в степени 2, B, I, P, Y, значит, Z минус Z. Все, теперь давайте вспомним, что такое вот эта вот сумма, да? Это же сумма уже независимых ни от каких, ни от каких, ни от каких функций F и G, да? Эта функция уже чисто, так сказать, просто экспоненты там, да? У нас есть мема про то, чему равна экспоненту, если ее просуммируют по всему F, B, да? Если Z равно X, то экспонент будет в степени 0, и значит, экспонент равна 1. Ну, значит, поскольку слагаем F, то это будет B. А если Z не равно X, да? То есть это, как в нашем языке, число А не равно 0, тогда эта сумма равна 0. Иными словами, вот это вот выражение есть либо B, тогда Z равно X, либо 0, когда Z не равно X. Хорошо. То есть вообще почти всегда эта сумма 0. Так, ну что же будет, когда Z равно X, когда эта сумма не 0? У нас это выражение P, мы делим на P, P уходит, и получается сумма, когда Z равно X, то есть F от X, G от X, вертолик. Это и есть левая часть этого торца. Все, мы тоже здесь доказали. Ну, формула обращения давайте так же, значит, сами сделаете.